Толкование на откровение Иоанна Богослова, кассета первая, вторая глава, тринадцатый стих. Пергамцы не отреклись от веры Христовой даже в дни гонений, когда умершлен был один из служителей Антипа. Как легко отрекаются сегодня люди от веры Христовой. Еще никакого умершления, даже никакой темницы. Еще иногда вообще почти ничего, а уже люди отрекаются от Христа. В своих квартирах поснимали иконы, пошли к врачу и сняли с себя крест. Пошли в столовую, забыли перекреститься перед едой. На работе, например, еще ничто не случилось. Непредвиденных никаких обстоятельств нет. Но во избежание их посылают своих детей в пионерские лагеря. Сами помогают им записаться в Комсомол, Досаав, чтобы были участниками в детдемонстрациях безбожников. Не свидетельствуют другим о Христе. И воскуряются идольские капища от рук христианских. Тепло, сатане! Нет, во всем этом не повинны были пергамцы. Они не отреклись от имени и веры Христа даже в лице смерти. Ведь имершлен был Антипа, а значит и остальные могли подвергнуться тому же. Где живет сатана? То есть Антипа отказался принести жертву идолам. И тогда он сам был брошенным в жертву разъяренными язычниками. Но эта жертва не идолами, а самим Божественным Христом была принята. На все века прославлено Его имя, как верного свидетеля Христа. Помоги, Христос, и нам быть своими верными свидетелями. До сих пор похвала пергамцам. И вот она тоже прерывается маленькой частичкой «но». 2.14. «Но имею немного против тебя». И у пергамцев есть отрицательное. Немного, так как не все и даже не большинство, а немногие только. Есть у тебя там, говорит о них Господь ангелу церкви. То есть мало их, но есть они у тебя. В этом виновны? В чем же их вина? Почему Господь ополчается на пастыре церкви? За то, что Он их терпит в среде Своей? Это были ложные учения, вкравшиеся в пергамскую церковь. Есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака вести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Что это за учение Валаама? Читая об этом числа 22.24.25.31.16. Новина 13.22.2. Петра 2.14. Старозаконие 23.5. Из этих мест Священного Писания предстает перед нами такая история времен Моисея. Валаам был из языческих народов, но был пророком истинного живого Бога. Когда израильский народ под водительством Моисея входит в священную землю, то ему противостоит мавитянский царь Валах. Для успешной борьбы с Израилем царь Валах приглашает пророка Валаама, чтобы тот проклял народ израильский и обещает ему за это великое почести и подарки. Валаам готов проклясть Израиля. Любит он мзду, но Бог не велит ему этого делать. И когда Валаам увидел множество народа израильского, то Дух Божий через него не проклинает, а благословляет Израиля. И именно Валаам пророческим своим оком видит ту, восходящую от Иакова звезду Христа, которую воочию увидят позднее, через полторы тысячи лет, волхвы восточные и придут поклониться давшему свет всей звезде Христу. Но неправедна душа Валаама. И вот он дает Валаку коварный и страшный совет. Он знает, за что Бог может прогневаться на Израиля, за что навести проклятие. И сделать этого несложно. Пошли к ним дочерей своих, мавитянских, пусть любодействуют с сынами Израилем. И пусть склонят их есть изложертвенно, и будет гнев Божий на них. И вот, говорит Господь, есть у тебя в пергаме некоторые христиане, держащиеся этого лукавого Валаамового учения. В этом и грех Валаама, чтобы вводить других в грех, быть искусителем, и тем уподобляться самому сатане. Валаам мысленный. Это и есть сатана. Здесь о введении в двойной грех. Один это и есть идоложертвенное. Искушения к этому греху особенно были среди первых христиан. В эпоху, когда идолопоклонство вступило в яростную схватку с верой в живого Бога, чувствуя свой близкий конец. Неслучайно первые христиане даже крестное знамение совершали одноперстно, исповедой единого Бога. Теперь кажется, что ушли в далекое прошлое времена идолопоклонство. Когда человек поклонялся дереву и камням, думая, что они боги, ушли ли, трудно найти сейчас такой предмет, которому человек не догадался бы служить как идолу. Это могут быть и деньги, кусочки меди и серебра, и машина, и ковры, и марки, и собаки, и прочее. А невеликого ли истукана возвигли ныне человечество в лице науки, поклоняясь ей всем существом и верно ей служа? Но не распадется ли этот истукан, как некогда медный дракон в Вавилоне, отброшен Данилом куска из смолы жира и волос? А вот что пишет святой апостол Павел. Их Бог-чрево, Филиппийском 3.19 Так не миллионы ли ныне едят идоложертвенное, не превращайте таким образом всякую пищу в идоложертвенное, ибо вкушают не для необходимого, для плоти, а чреву служат. Второй грех они любодействовали. Неоднократно Писание перечисляет этот грех среди самых тяжелых. Иносказательное же любодеяние – это неверность Христу, которому душа сочеталась в святом крещении. В крещении душа стала невестой Христовой. Она его, ему одному принадлежит. И вот, согрешая, заключая дружбу с миром, душа изменяет своему возлюбленному небесному жениху и становится любодейкой. Наше общество ныне гибнет и тонет в блуде, прелюбодействии и разводах. С неумолимой жестокостью говорят об этом и цифры статистики. Так вот, не является ли это море любодеяний следствием любодеяния духовного? Оттого и неверность супругу, что изменили небесному жениху. Нашло себе также место в Пергамской церкви учения Николаитов. Их немного, но у тебя есть. Или же можно разуметь так, как тех Валаам научил, так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов. Так что, собственно, речь идет об одном учении. И учение Николаитов здесь сравнится с учением Валаама. Что не терпели у себя ефесяне, то он привелось здесь. Опять говорит Господь, что ненавидит это учение. Поэтому Святая Церковь учит нас и предписывает нам посты, воздержания, целомудрия. Во всем этом Христос только немного имел против пергамского пастыря. А если посмотреть сегодня, то сколько будет иметь Христос против этих грехов? Поэтому призывает Господь. «Успокойся!» А если не так, если не оставишь свое соблазнительное поведение, служение идолам, любодеяния и плотоугодия, то скоро приду к тебе, незамедлив в суде своем, и сражусь с ними. Как страшно бывает, когда на нас нападает противник сильнее нас. Как страшно, когда нашим противником станет сам Христос. Когда не на прощение и укрепление прострет он десницу свою, но вступит с нами в сражение. И кто устоит, когда повергает Христос? Чем же он сразится с нераскаянными? Мечом уст своих. С этим мечом Христос предстал этой церкви, с ним он и сразится с ними. Своим словом он идет войной на грешников. Так вот, если не хотите иметь в себе такого соперника, то читайте Евангелие и живите по нему. Ибо взявший этот духовный меч в свои руки по совету святого апостола Павла, не будет им поражен через Христа. А вот представим себе сражение. С одной стороны, ничтожные грешные люди, не читавшие Евангелие и не жившие по нему. А с другой, сам Христос с мечом уст своих. Это будет даже не сражение, а просто страшное поражение нечестивых. Поэтому, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Немаловажно все это. Не человек и не даже апостол, а сам Дух Божий говорит это. И обетование побеждающему. Смотрите, и в пергаме есть побеждающие. Великий Господь, наш помощник, не оставляет своих. И тем, кто не вкушал излаложертвенное, победил этот грех. Господь говорит. Дам вкушать сокровенную манну. В Ветхом Завете, в Святом Святых, в сокровеннейшем месте храма, в ковчеге Завета, находился золотой сосуд с манною. Сокровенная манна. Израиля. Ныне манна, хлеб, сходящий с небес. Это плоти Иисуса Христа, Иоанна 6, 31, 33, 48, 51, которая была сокрыта в ковчеге Нового Завета, Богородица. Как ковчег содержал в себе манну, так Богородица носила в себе самого Христа. И эта манна, плоть Христова, дается ныне побеждающим грехи в страшном таинстве святого причастия. Так мы не раз видим, что побеждающим обещается участие в этой божественной трапезе. Но манна сокровенная, дается только побеждающим. Так и причастие, это сокровеннейшее в церкви, выходит оглашенное, оглашенное изыдите. Еще раз смотрит перевратник, хорошо ли, проще закрыты двери, 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 премудрости, вольмем. И тогда верное, побеждающее, грех слезами покаяния и кровью Христовой. Приступает к этой небесной манне. Никакую, но какую печальную картину видим мы часто сегодня. Не победившее, нет, полностью потерпевшее поражение, не раскаивающееся. Далекий от верности Христу приступает к этому сокровенному таинству. Для таковых небесная манна обращается в испепеляющий огонь. Господи, прости и помилуй нас грешных. Господи Божий наш, как взираешься на это? Но будет и небесное вечерие агнца. Сам Господь преподаст тогда победившим лукавого, сокровенную пищу подаст им. Небесное благо. К тому столу не приступит ни один в небрачной одежде. Блаженно имеющие вкусить сокровенную манну с того стола. Невкусившие доложертвенно вкусят манну сокровенную, незапятнавшимся любодеянием. Дам белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В крещении, в призах покаяния, убеляется человек, ему дается как бы белый камень, и на нем его новое имя. Так, в крещении человек получает новое имя, которое вписывается в книгу жизни на небесах. Здесь видим и указания на один древний обычай. При состязаниях царь брал белую плиточку, писал на ней имя победителя, разламывал ее, так что одна часть была у него, а другая у победителя. И если потом многие претенденты подходили к царю, то их плиточки не подходили к царевой. И злом был не такой, и никакого имени уже не получалось. Но один был знавший имя, чья половинка плиточки точно подходила к царевой победитель. Так и в христианстве многие поищут войти, но не войдут. Не подойдет их плиточка к царской, не подходит их земная жизнь к небесной, не получается нового имени. Сей камень белый и имя новое получает только победивший, облегшийся в белую ризу праведности, носящий имя Христа, не отрекающийся от него и не порочащий его. И ангелу фиатирской церкви напиши. Из фиатиров при апостолах была основана церковь. Господь представляет себя им как Сын Божий, ибо знает, что у них есть лжепророчество, и многие последовали ее учению. Игей, лжепророчество. Он противопоставляет себя Сына Божия, истинного Бога, второе лицо Пресвятой Троицы, у которого очи, как пламень огненный, видящие и готовы испепелить всякое беззаконие в этой церкви. Ноги подобны Халкаливану, а ноги подобны Халкаливану, чтобы судить нераскаянных. Ибо как у медного жертвенника во дворе Скини древние иудеи своими жертвами удовлетворяли правде и суду Божию, сами же раскаивались. Так в суде над нераскаянными удовлетворится правда Божия, о чем говорится ноги судей, и подобны Меди, Халк, Медь. Как всегда сначала идет похвала этой церкви, «Знаю твои дела», 2.19. А значит, они имели добрые дела, и не только дела у тебя, но и любовь. Вера фиатирсов была действующая любовью. Они имели дела любви, далекие от тщеславия и корысти. В этом фиатирсы превосходят ефесян, тоже много трудившихся, но утерявших любовь. Фиатирсы обвлеклись в любовь, которая совокупна с совершенством. А имея любовь, приятно было Богу и служение их. О пастыре! Всегда ли приятно служение ваше Богу, как приятно было ему служение пастыря фиатирского? Пример фиатирсов показывает нам также, что каждый христианин призван к служению Богу. Часто думают служить, это дело батюшки. А твое христианин служение знает ли Бог? Или, подходя к твоему сердцу, Христос всегда подходит к холодному жертвеннику, не имеющему своего служителя, воскуряющего к имямям добрых дел? Нет любви в сердце? Холод! Потому и служения никакого. Но есть иная крайность. Начинаем служить Богу, полагаем к тому немало трудов, но разжигаем жертву своего служения не любовью, а корыстью, сребролюбием, завистью и тщеславием. Знает ли такое служение Христос? Или иное греет свои руки у нашего жертвенника? И веру. А знает ли Христос веру сектантскую? Знает ли он те догматы веры, которые он не давал? Лютер, Кальвин, Менно, Елена Уайт, Руссель. Они знают вероучения, которые сами измышляли. Но знает ли такую веру Христос? Знает ли он веру пророков, которых он сам не посылал? А знает ли Христос нашу веру, когда она бывает без любви, дел и служения? Знаю и терпение твое. Дела, любовь, служение, вера, терпение. Все, что нужно христианину для спасения, было у них. И особенно важно еще. И то, что последние дела твои больше первых. Это очень важно. Последние дела фиатирцев были больше, чем первые. Они духовно росли. Жизнь человека дуновения, его всем всем. А может ли дуновение быть на одном месте? Может ли ветер быть на одном месте? Нет. Только в движении. Так и Псомопевец говорит, что мы летим. Как ветер, так и мы не можем быть на одном месте. Только двигаться. Но куда? В духовной жизни тоже есть только движение. Рост или падение. Помоги нам каждому, Господи, расти в духовной жизни. Но расти не в своих глазах, а в очах Божьих. Ему должно расти, а мне умоляться. У фиатирцев было так. Их духовный рост признал сам Христос. И вот как жалко, что и у таких христиан, в любви трудящихся Богу, духовно растущих, нашлось это но. Но имею немного против тебя. И здесь немного, не потому, что грех малый, а потому, что еще не сильно вкоренился, и немногие впали в него. Имея же против тебя, потому, что ты попускаешь жене и изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. В фиатирах была некая пророчица Иезавель, женщина грешная, приставшая к христианам и научившая вводить их в заблуждение. Имя ее напоминает нам царицу Иезавель, жену израильского царя Ахава, преследовавшую пророка Илью. Так о фиатирах и во все времена в христианстве это ложное учение Иезавели преследует истинных пророков Христовых. Царица Иезавель так и не смогла умертвить Илью пророка. Но совершится это при Иезавеле и Ахаве в последнего времени, при лже-пророке и антихристе, когда умершлины будут пророки Илья и Инох. Святой Андрей Кисарийский считает, что Иезавелью образно названа ересь Николаитов, привившаяся среди фиатирцев. Так, собственно, два греха любодеяния и вкушения идола жертвенного, бывшее сильным соблазном среди первых христиан, называется то ересью Николаитов, то учением Валаама, то пророчице Иезавелью, вводящей в этот грех. Имеет ли Христов против пастыря фиатирской церкви, что допустил лже-пророчице расхищать стадо? Как многое расхищает это Иезавель в наше время? В чем же состояло учение порочице Иезавели? Оно было подобно учению Валаама и состояло в том, чтобы любодействовать и есть идола жертвенная. Это были два сильных искушения среди первых христиан. Мы уже видели раньше, как и в каком виде распространены эти грехи и ныне. 2.21 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Милости и долго терпелив Господь. Он каждому, и даже с той великим грешникам, как и уже пророчица Иезавель, дает время покаяния. Никто не обвинит Христа не только в несправедливости, но и в отсутствии терпения и милосердия. Но надо заметить, что и ты, что на покаяние дается время, не вечно терпит Господь. Христос призывает к покаянию, но и в этом есть предел. Все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу Его от могилы и просветить Его светом живых. Иов 33.29 Поэтому человек спеши использовать день покаяния, ибо настанет ночь, когда будет поздно. Но она не покаялась. О, ужас! Время покаяния не использовано. Призывает Господь, но отвращается человек. Изавель была лжепророчецей, а такие люди, сносящиеся с духами преисподней, каются очень редко, почти никогда. Бог и здесь силен. Мы имеем такой пример, как Киприян, занимавшийся чарами колдовства, не может заворожить девушку-христианку и через то обращается ко Христу и становится великим угодником Божиим, причистен церковью к лику святых. Но это бывает редко. А сколько и ныне этих «пророчеств» в кавычках, царух, исцелительниц и прочих чародеев. Тянется к ним народ в своей простоте и духовном невежести. лечит, как через молитвы будто, а сами в церкви не бывают. Страшно. Калечится души, дано время на покаяние, но не кается. Вот я повергаю ее на лодр и любодействующую с нею. 2.22 Не использовано время, данное на покаяние. Последует наказание. Паророчица, и даже все, участвовавшие с ней в грехе и не раскаившиеся, поражаются страшной болезнью, повергаются на лодр. А сколько уже людей откладывало свое покаяние на потом? Ну вот кончалось время, отмеренное им на покаяние, они повергаются на лодр. Кажется, ну здесь на лодре и покаялись бы, как разбойник на кресте, но нет. Они сами иногда говорят, для меня все кончено. Но не легче ли оказать вместо этих слов все сказать два слова Господи, помилуй, нет. Действительно все кончено. А иные, так и на лодре, хулят, имя Божие еще. Спеши, грешник, покаяться. Так была наказана фиатирская лжепророчица и заверясь, прельщенными ею. На лодр повергается она в великую скорбь тяжкой болезни. Так Христос часто посылает великие скорби, болезни, наказания за грех. Здесь был грех любодействия. Уже так устроено, что сами грехи любодействия влекут за собой тяжкие, мучительные болезни. И страдают от этого и соучастники греха, и дети их. И это возмездие прообраз того, что произойдет во время кончины мира сего. «Бы тогда все ложные пророки века сего учащие людей любодействовать с миром, изменять Христу и служить вместо живота, всего Бога, живого, мертвым идолам этого века. И все, пошедшие за этим мучением и впадшие в эти грехи, повержены будут в великую скорбь при Антихристе. Сам Господь говорил, что такой великой скорби не было сотворения мира и не будет. И детей ее поражут смертью. Дети греха, дети Изавели и любодействующих с ней не имеют будущего, поражаются смертью. В них нет жизни. На плакатах дела их живут и побеждают. На деле же смерть пожирает их, как только они нарождаются. Не успевает родиться новая идея, новое дело их, как оно уже устаревает и проваливается, умирает. Произведенная от такого страшного греха жизни не имеет. Неслучайно и сам антихрист сын погибели, которого поразит смерть от уст господних, будет рожден, по мнению святого иполита римского, скверной девы, от блуда. Так буквально и образно все это сбывается и уразумеют все церкви. «И я есть испытующие сердца и внутренности и воздам каждому из вас по делам вашим». Наказывая эту пророчицу и грешивших с нею, Христос вразумляет все церкви по местной христианской общины, ибо всем становится явно, что он смотрит не на внешность, величие, знания, а видит самые внутренности нашей души, испытывает самое сердце и что в нем. Сейчас люди скрывают свое любодействие и что еле изложертвенное и кто их проверит, но пред ним скроется все. Это будет на страшном суде и как бы отголоском раскатов этого грядущего суда является сейчас беспристрастный суд совести, столь часто тревожащий возлежащего на одре. На страшном суде воздаст Господь каждому по делам его, каковы они есть. Напрасно говорят протестанты, что спасает только вера, спасает только Христос. От нас же требуется вера, живущая делами, и наша вера иначе труп. Воздаяние же на суде будет каждому по делам его, посему спешите делать добро. А чтобы мы все это уразумели, Господь при жизни часто на глазах у всех поражает изавелий и согрешающих с ней великими скорбями. Сейчас мы, христиане, часто легкомысленно все это смотрим, но разумеем, когда увидим великую скорбь при антихристе. Вам же Господь обращается к не последовавшим изавеле, но твердо стоявшими в истинном апостольском учении и прочим находящимся в театии, которые не держат всего учения, и не только учения ложного, избегающие, но и которые не знают так называемых глубин сатанинских. Это бездна греховных мерзостей называется глубинами сатаны. А есть грехи страшные, о которых и говорить-то открыто нельзя. Это глубины сатанинские, в которые ввергает человека лукавый, ввергает и через ложных пророков. Здесь можно вспомнить и сатанинские глубины некоторых мерзостных языческих культов. Ужасы войн, лагерей и тюрем, разгул, разврата, публичные дома, некоторые зуберские секты, как, например, лицефериане, это и тьма заблуждений и неверия. Блажен не знающий всех этих сатанинских глубин и христианам, вынужденным жить в таких условиях, практически не могущим пресечь эти грехи. Христос говорит, вказываю, что не наложу на вас иного бремени, то есть иного наказания и иных тяжестей. С вас и того достаточно, что живете среди таких мерзостей и завелиевых и несете такое бремя. Больше понести вы уже и не сможете, но не разлагая на вас иного бремени, говорю вам только то, что имеете и держите пока приду. 2.25 То, что имеете, это или то бремя, которое вы уже несете, мерзость и завели, или же это та дивная благодать прощения грехов, дара Духа Святого, самого Христа в сердце, данной верующим. Все, что имеете от меня Христа, держите пока приду, ибо ходит сатана как рыкающий лев и ищет кого поглотить, у кого похитить венец уже ему приуготовляемый. Поэтому смотрите, держите и держите до конца, пока я приду за вами в смерть или ваша или уже в славном втором пришествии. Обетование побеждающим. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть кто останется чистым от всех мерзостей и изовели и до конца, не до полпути, не до угрозы страданиями, а до конца, до самой смерти соблюдающей все. Иначе еще, дела Христовы надо соблюдать все и до конца, не чая заповедей, а все должны последовательно до конца быть воплощены в жизнь. Так вот, тому дам власть над язычниками. Церкви и ее пастырем дал Христос власть вязать и разрешать. Что будет связано на земле, то будет связано на небе, и что разрешено на земле, то и на небе. А та же великая власть дана над демонами, приказывает служитель и бежит демон. Вспомним святого Иоанна, святителя Новгородского, сначала запретившего беса, а потом заставившего доставить ее в Иерусалим на поклонение и обратно. Великая дана власть всякому христианину на победу над грехом и на попрание всяких сил лукавых. Так христиане облекаются силой и власть свыше. Эта духовная власть их обращается теперь на темный и безжизненный мир язычества. Догорают последние идольские капища. Повсюду водружается крест. Сила и власть креста побеждает язычников. Сим крестом побеждай говорит Бог и императору Константину и будет пасти в жезлом железном как сосуды глиняные они сокрушатся. 2.27 Сила и свет христианства побеждает мрак язычества и пасет народы. Языческая римская империя бывшая некогда железной становится глиняной. Так это видел и Навуходоносор во сне. Многие стуканы были частью железа, а частью из глины горшечной. Как глиняные сосуды рассыпается язычество перед властью Христа в явленной им церкви. Жезл царей земных властвует над телами, на высшей власти жезла архиерейского, властвующего над грехом, демонами и душами. Что глины пред железом, то власть земная пред властью духовную. Как и я получил власть от отца моего. Христос сказал ученикам, да на мне всякая власть на небе и на земле. Как Бог Христос всегда имел всякую власть, здесь же победит сатану как сын человеческий, он получает от отца своего всякую власть на небе и на земле. Так прославляется божественную властью человек Иисус Христос. Человечество прославляется славою божественную, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие ясним отца сидением почты. Молитва Симеона метафраз 103 ко святому пресечению. Перед этим же, как только он получил власть от отца, он передал ее ученикам своим, говоря, «Как послал меня отец, так и я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». О Христе же сказано теперь, «Престол твой век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, и «Сидя, яснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног своих». «Слух же своих поставил Христос князьями по всей земле» Салом 44-17 «Так основал Христос царство духовное и жезлом власти духовной сокрушил через верных своих побеждающих язычество, как глиняные сосуды и дал им власть духовную рассеять тьму языческую». Не о земной власти должно здесь думать о духовной, хотя часто Господь буквально сокрушал и повергал народы любодействующих идолослужителей. На обр великую скорбь христианам же давал времена мирные и славные. Обетование в стихе 26-7 указывает также на 2-28 «Страшный суд, когда опрещенные будут осужденные верующими и сокрушатся как глиняные сосуды». Отец передал суд сыну 1-28 А сын передает суд святым своим. Так отец через сына, а сын через святых своих осудит и сокрушат мир грешников. «И дам ему звезду утреннюю». Еще одно обетование побеждая симфиатирские грехи. Им обещает Господь дать звезду утреннюю. Что это? Сам Господь и объясняет «Я есть звезда светлая и утренняя». Это Христос победитель примет самого Христа звезду светлую. Вечер мировой истории сгущается мрак. Тьма окутала землю. Но чем ночь темней, тем ярче звезды. Густ мрак греха светил свет святых звезд церковных просиявших. Пред утром же бывает особенно темно. Потом наступает заря и мы видим утреннюю звезду. Так и здесь. На склоне истории после гущи предутреннего мрака антихристова является заря и звезда утренняя Христос. Это его второе славное пришествие, но сейчас в жизни уже побеждающий обретает звезду утреннюю, рассеивается мрак земли, исчезает греховная темень, расцветает и рождается в сердце светлая утренняя звезда, сам Господь Иисус Христос. Иное содержание имеет это обетование. Читаем Исаии 14-12 «Как упал ты с неба, Дениса, сын Зари, разбился о землю попиравшей народы». И слова Христа «Я видел сатану спадшего с неба как молнию, все даем власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Так и сокрушает 2-29 «Христос под ноги верных своих сатану и всю силу вражию. Побеждающему Христос дает власть над падшую звездою утреннюю и всей его силою. Тот, кто грехом сокрушал людей, сокрушается теперь людьми, победившим грех. Сокрушается теперь имя». Так бывает в Святом Писании, что столь разное и даже противоположное сравнивается с одним и тем же. Так, например, еще Христос, лев от колена Иудина, Откровение 5-5, Антихрист, молодой лев, который выбегает из Васана, Таразакон 33-22, дьявол, хойкокркающий лев, 1 Петра 5-2, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 3-я. Пятое послание. «И ангелы Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих». Это или семь верховных ангелов, которых Христос имеет, как владыка и царь ангелов. По именам нам известны тоже семь верховных ангелов. Четыре из них называют само Священное Писание, а три открыты богомысленным отцам церкви. 1 Михаил, послужение своему победитель и особый покровитель народа израильского. Даниила Целитель недугов человеческих Тавид 12 14 Уриил просветитель как отбиск огня божественного 3 Езер 4 1 Солоси Иил молитвенник у Бога о людях и возбуждающий их к молитве И Гудиил славитель Божий укрепляющий людей к славе Божьей ходатайствующий у Бога прославление их Исход 23 20 Варахиил благословитель посылающий благословение Божие Бытие 18 Так мы читаем О, есть о семи святых ангелах которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого Тави 12 15 И мы еще увидим далее в апокалиции семь ангелов стоящих пред Богом или же семь духов Божиих это семь действий животворящего духа полнота духа святого которым помазан был Христос более соучастников своих христиан был Христос ангелов Христос имеет как владыка духа как и насущный ему и семь звезд опять предстоит Христос как держащий в деснице своей пастыри церкви так сардийской церкви находящейся в духовном мертвенном состоянии является Христос как помазанник Божий исполненный животворящего духа трудной предстоит пастыре сардийской церкви работа чтобы ожила его община но укрепить его Христос держащий пастыри в деснице своей посылающий ангелов своих на служение спасаемым знаю твои дела говорит как и везде Господь но дальше увидим что не радуют его эти дела сардийцев и негодные наши дела не скрыты от Господа как и чем мы бы их не прикрывали ты носишь имя будто жив но ты мертв это номинальное христианство формальное исповедание Христа ношение имени вечно живого Бога название себя христианами Божьими рабами при отсутствии живой веры в сердце по своему имени номинальный христианин кажется живым фактически же он духовно мертв духовная мертвенность разъедает души таких христиан да испытаем и мы братья себя не таково ли наше состояние не таковы ли мы и вот обращается и говорит Христос бодрствуй сардийская церковь в полусонном состоянии она как соломит говорит приходящему к ней Христу я скинула хитон мой как же мне опять надевать его я вымыла ноги мои как же мне марать их песнь 5 5 3 нет сладка нега в постели лень встать навстречу Христу почти не остается сил бороться с нашедшей дремотой слепаются веки склоняется голова но вот громко говорит себе дремлющему не дремлющий Израиля бодрствуй восстань спящий в грехах пробудись от сна бодрствуй о пастырь над веренными тебе и утверждай прочее близкое к смерти многие страшным сном греха заснули и массы народа отшатнулись вовсе от веры но ты хоть прочее еще не совсем умершее но близкое к смерти в ком еще терпится немного веры утверди благочестие и вере возгрей в них любовь божественную возврати к жизни как утопавшему делает искусственное дыхание сообщая ему бездыханному дыхание так и ты о пастырь склонись над бездыханными возбуди в них дыхание жизни близких к смерти своим соблазнительным поведением и бесчувственностью не только в смерть но своей ревностью благодатью данной тебе Богом утверди в жизнь ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим люди часто говорят а какие грехи да нет у меня особых грехов никому зла не желаю не знаю за собой греха а есть даже ересь такая в некоторых сектах она распространенная совершенники так они считают себя освященными и уже больше не согрешающими так вы люди находите сами но Христос не находит так он говорит я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим Христос часто как человек называет своего Отца Богом своим дела твои может и совершенны перед твоей очерствевшей совестью твоим окаменевшим сердцем огловшим ухом прещенным ересью умом они может быть и совершенны пред некоторыми людьми тебя может и хвалят и даже словословят но пред Богом все это пусто все это гни и мерзость Господь не находит дела твои совершенными ты только имя имеешь что живешь а на самом деле дела твои мертвичина не совершенны они пред Богом обращая же эти слова Христос собственно к пастырю обращает их то есть замертвенное состояние пастырю Христос находит несовершенными дела пастыря о великая и страшная ответственность пастырей и напоминает Христос 3 3 вспомни что ты принял и слышал вспомни день своего обращения день покаяния и крещения вспомни как ты слышал евангельскую проповедь как ты слышал голос духа святого сердца своем зовущий тебя оставить мертвые дела этого мира вознестись душой горе вспомни судимую благодать которую ты принял в святом крещении все что принял в церкви от Бога вспомни и ты пастырь что ты принял когда принимал паству принимал служение тебе Богом данное что ты слышал при этом что тебе говорилось как ты должен управлять в доме Божием вспомни все это и храни храни как залог своего спасения в святом крещении всем одинаково преподается благодать но не все хранят потом это драгоценный дар мира небесного развивают растрачивают остаются совершенно пустыми тела и души сии сосуды божественной благодати так же не сохранили неоскверненными некогда было было некогда было хранить сердце прилепилось к земному надо было хранить вазы хрустальные деньги золотые ими почитаемые в миру а как ты пасты хранишь тебе богом данную паству дремлешь расточаешь господь призывает хранить все принятое все слышанное из священного писания но ты не хранил а поэтому и покайся ты уже духовно мертв или ты не хранил тебе данные не только не пресек болезнь в корне наиблизкой к смерти не утверждаешь теперь же во всем этом покайся не думай что теперь сохранишь чего не сохранил раньше если не покаешься если же не будешь бодрствовать то я найду на тебя как тать и ты не узнаешь который час найду на тебя спит беззаботный внезапно и неожиданно приходит вор так и Христос найдет на тебя неожиданно предстанет пред тобой прежде расхитив твое имущество которое от него ты некогда и получил что скажешь ему тогда сонливый господи не дай нам задремать этим сном здесь единственная церковь где господь не сначала дает похвалу а потом обличение но наоборот после обличения похвала впрочем у тебя в Сарбисе есть несколько человек которые не осквернили одежды своих если предыдущим говорил есть у тебя там держащиеся неверного то этому пастырю напротив есть у тебя несколько человек не осквернившихся масса мертвых есть там несколько человек живых это картина и нашего времени не нам ли это говорит Христос а с другой стороны слава Богу что во все времена и во всех церквах были и есть эти несколько человек которых хранит Господь их иные будучи обличенные в грехе отвечают да все такие нет не все не равняй всех по себе есть говорит Христос несколько человек которые не осквернили одежд своих сонливостью пустым именем безживой веры нет имя этих нескольких не пустой звук это жизнь любовь служение они бодрствуют но как жалко что их всего несколько и вот они будут ходить со мною в белых одеждах в зимой жизни хранившие белую одежду полученные в крещении когда она облег меня в ризы спасения одежду и правда одел меня как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством Исайя 61 10 они вечности некогда будут ходить со Христом в этих белых одеждах ризах спасения и правды ибо они достойны как достойны неужели есть люди достойные Бога по своей греховной природе никто не достоин но удостаивает Бог омывшихся и хранивших свои одежды нескверненными этим удостоенным белых одежд божественные хоры бесплотных ангелов небесных на небесах пропоют аксиос достоин ризы спасения достоин ходить в одежде сесть самим Христом аксиос 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 укрепляющему слабых вере во первых облечется в белые одежды во вторых не сглажу имени его из книги жизни на протяжении всего священного писания перед нами предстает некая таинственная книга жизни о ней мы читаем исход 32-32 псалом 62-29 исай 4-3 данила 12-1 лука 10-20 филиппийц 4-3 откровение 3-5-13-8 20-12 21-27 книга это на небесах она книга Бога и Христа Агнца в нее Бог вписывает имена живых имеющих наследовать спасение жительство в небесном Иерусалиме не вписанные в эту книгу будут брошены в гиенну огненную по ней будет совершаться и страшный суд и на земле при Антихристе только вписанные в эту книгу жизни не поклонятся ему и не примут его печати уже сейчас великая бывает радость и упование у вписанных в эту книгу но даже уже вписанное в эту книгу имя может изгладиться из нее если человек оставляет Господа и предается греху записываем уже в эту книгу сам Христос велит о том радоваться имеем ли мы и два непостижимых примера самоотверженности когда Моисей и апостол Павел готовы были ради своего народа и сами быть изглажены из этой книги но на то нет воли Божией только один сам Господь Иисус Христос был оставлен Богом на кресте ради других ради нас грешных людей человек же повторить этот подвиг не может и вот были в Саардисе две группы людей они на земле носили имя будто живы а на самом деле имена их изглажены были из книги жизни и были они мертвы этих было большинство но было там Саардисы впрочем и несколько человек которые были не будто живы а на самом деле живы имена их были записаны в книгу жизни как и тех но их имена сам Христос обещал не изгладить свои книги когда вписывается имя человека в книгу жизни в крещении когда истребляется Христом бывшее против нас рукописание и совоскресаем с ним то есть становимся живы были мертвы и оживаем а ожившие вписываются в книгу жизни с этого момента мы живы пред Богом поэтому в крещении нарекается человеку новое имя священное но наши грехи наше духовно мертвое состояние может совершенно изгладить наше имя из книги жизни это и есть состояние сардийцев когда имя будто жив а на самом деле мертв и третье обетование и исповедуй имя его пред отцом моим и пред ангелами его предстает клеветник братья братья клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь вот предстает агнец Божий Христос и пронзенной рукой указывает что рукописание то в руках клеветника разодранное эти люди в крещении в жизни сораспялись Христу и гвозди разодравшие причистые руки Спасителя разодрали это рукописание эти люди свидетельствовали перед людьми о Христе и вот он свидетельствует о них пред отцом своим и ангелами нет не осыдет их Бог не вернет их ангелы в огонь неугасимый они перед земными исповедовали небесного а теперь перед небесными будут исповеданы земные имеющие ухода слышат что Дух говорит церквам 3.7 и ангелу Филадельфийской церкви напиши в Филадельфийской церкви как и к Смирской у Христа нет никакого упрека Смирская церковь церковь гонимая очищенная страданиями Филадельфийская церковь своей немощи искренно служащая Богу и им обильно укрепляемая ей предстает Христос как святый он свят и нет в нем никакого греха он свят велик и страшен как Бог он единственный святой безгрешный в роде человеческом как и церковь неумолчно воспевает на божественной литургии един свят един Господь Иисус Христос славу Богу Отца Аминь истины он сам сказал о себе я истина не только в Боге всякая истина но он сам истина и есть это тождество интересно что эти налогические слова истина сближается с глаголом есть истина так что истина подчеркивает по-флоренски согласно русскому неразумению закрепила в себе понятие абсолютной реальности истина сущая подлинно существующая то в отличие от нему недействительного бывшего он истина и он истины а потому всякая истина ведет к Богу это ложь нашего века что наука истина опровергает Бога только ложная наука может противоречить христианству полузнанию будет от Бога знание ведет к Нему истины ведет к истинному а истинный Христос но гордость и тщеславие века не познает этого это познает немощь и смирение филадельфийцев желаете познать истину облекитесь смиренно мудрием потому что Бог гордым противится а смиренным дает благодать гордость ума уводит от истины страх Господень начало премудрости учение века сего отвергающие Бога вы проходите все классы степени ума но еще и не начинали познавать премудрость вы еще не успеваете родить мысль как уже рождаете опровергающие ее о подобных вам писание говорит как о всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины непредвзятый же поиск истины ведет многих ученых к истине Божией так где же премудрость истина церкви всевышнего она откроет уста свои и перед воинством его будет прославлять себя я вышла из уст всевышнего и подобно облаку покрыла землю я поставила скини на высоте и престол мой в столпе облачном я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение между всеми ими искала я успокоения и в чьем наследии водвориться мне тогда создатель всех повелел мне и произведший меня предвечное рождение логоса от отца указал мне покойное жилище и сказал поселись в Якове и прими наследие в Израиле серахов 24 2.9 так истина Христос поселяется не в народах даже и в мирских академиях а в Израиле церкви является смиренным и немощным филадельфийцем так имея себе Христа церковь становится столпом и утверждением истины 1 Тимофей 3.15 читаем об этом капитальном труд профессора отца Павла Флоренского столпа утверждения истины здесь премудрость построила себе дом выписала семь столбов его семь тайнц церкви притча 9.1 имеющий ключ Давидов который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит ключом Давыдовым означена царская власть Христа ибо ключ есть символ власти с Давыда началось благословенное Богом медхозаветное царство его помазал на царство порок Самуил и вот ключ его царства переходит из рода в род до царя Седеки и недостойного и преступного вождя Израиля за многие грехи не излагает с него Бог Диодему и Венеции говорит что больше никому не даст его доколе не придет тот кому принадлежит он из Икиля 21-24 законодатель не отходит от чресл Иуды и после Седекии бытие 49-10 но Богом венчанного царства нет и вот рождается сын Давидов Христос ему дается ключ этого царства он сын человеческий имеет теперь ключ Давыдов ключ царства им основанного он царь и управляет теперь миром он божественный ключ отворяющий и затворяющий всякую дверь в этом мире в некоторых древних списках апокалипсиса вместо слова Давыдов стоит адов этим означается власть Христа над адом и смертью он имеет ключи ада и смерти он тот кто может и душу и тело погубить в гиене у него же и ключи царства небесного ключи неба и земли о которых он говорит апостолу Петру и изверяет их ему и его сопастырем с другой стороны через ключ же открывается сокровенное и таинственное Давиду был дан этот ключ Духа Святого который отомкнул его уста и стал сладкозвучным песнопевцем церкви зимним псалмотворцем Дух которым помазан был Давид открывал ему глубины тайн Божиих вещал через него о Христе и вот Христос который как человек помазан всей полнотой Духа Святого которому передан ключ Давыдов он имеет в полноте ибо помазан более соучастников своих псалм 44 8 а как Сын Божий он единосущен Духу Святому и имеет его как единосущный посылает его в мир Иоанна 16 17 как приготовивший ему путь ибо мы мир своею кровью который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит плечи в руках Христа все в его руках это часто проявляется в жизни там где Христос отмыкает двери евангельской проповеди двери храмов для богослужений то как бы не буйствовали враги никто не может затворить эти двери но где Христос затворяет то даже все усилия и старания христиан не могут отворить эту дверь на все воля Божия и ключ в руках Христа так будет и на страшном суде никто не попадет ни на небо ни лад если дверь туда ему не откроет Христос когда Христос затворит дверь небо то напрасно будут стучать в них неразумные девы ключ Давыда в руках Христа как утешительно было для любящих Христа но не имевших многое силы силодельфийцев видеть этот ключ в его руках и Господь говорит им знаю твои дела вот я отворил перед тобой дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы Христиане не отличавшиеся особо великими дарованиями они немного имели силы но Христос как негода Павлу как бы говорит им сила моя совершается в немощи в немощах человеческих проявляется сила Божья ты сам человек ничего не можешь ибо мало имеешь силы но я отворяю перед тобой дверь и кто тогда затворит тогда и увидят люди что с тобой Бог ибо иначе стали приписывать это твоей силе и твоей мудрости да и сам человек начинает иногда себе приписывать то что по милости Господней получил от него потому и говорит Христос довольна для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи довольна вам того что имеете и при ваших успехах филадельфийцы не думайте что это заслуга ваша вы немногое имеете силы и двери перед вами открыл я Христос почему Христос столь милостиво относится к филадельфийским христианам потому что они несмотря на свою малую силу имеют свидетельство от Христа сохранил слово мое и не отрекся имени моего этого Христос ждет от детей своих часто говорят а мы немощные нет у нас особых дарований и грамоты не особых дарований ждет от нас Христос а соблюдение и сохранение слов своих и верности будем верны Христу и нам немощным он широко распахнет двери своей благодати вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех которые говорят о себе что они иудеи не несут таковы а лгут вот я сделаю то что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают что я возлюбил тебя 3.9 удивительный видим здесь обычно слабый идет на поклон сильному а вот Христос говорит что к ним слабым слабым и немощным имеющим немного силы и немогущим рассчитывать не только на поклонение но даже на извинение к ним придут на поклон ослепленные своей силой не приходят поклониться слабым но приведет их Господь я я сделаю говорит он сам не придешь приведет Христос сам не сделаешь это сделает он кто же придет на поклон придут из сатанинского сборища об этих лжеиудеях мы уже слышали гордо смотрит такой иудей на племена иные на ересь назарейскую нет не думает синагога поклониться церкви не думает сатанинское сборище масонов поклониться тем в ком видят только животных с человеческими лицами гои все не евреи как они говорят но что не хотят сделать сами то сделает Христос и делает уже ведь приходят же из евреев ко Христу искренне принимают его так было такое движение в конце 19 века в Бессарабии когда евреи приняли Христа еще до ныне есть евреи в России потомки выкрестов как называли крещеных евреев большое событие было когда евреи попросили христианских патриархов снять с них клятвы наложенные на них церковью это действительно уже поклон пред ногами филадельфийцев особенно же совершится это в последнее время когда евреи возведшие на престол Антихриста увидят что обмануты им и обратятся все ко Христу поклонятся его последователям как апостол Павел о том пишет что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников и так весь Израиль спасется как написано придет от Сиона избавитель и отвратить нечестие от Иакова Римлянам 11.25 тогда придет пророк Илья чтобы утишить гнев Божий прежде нежели обратиться он в ярость на страшном суде обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова Сирахов 48.10 отец синагога иудея обратятся тогда к сыну которого породили церковь христианскую так спасен будет остаток Израилев но для своего спасения они должны будут смириться и принести покаяние перед теми кого тысячелетиями презирали перед христианами отец должен будет обратить сердце свое к сыну и поклониться перед ногами его и познать что я возлюбил тебя они должны будут познать что давно уже известно через пресистую делу в Вифлееме Христос входя в мир говорит жертвы и приношения ты не восхотел и любовь Божия изливается теперь не на приносящих ветхие жертвы а на приобщившихся жертвы Христа теперь избранница Божия Церковь она ее возлюбленная и давно уже к ней обращен лик Христа он возлюбил эту дикую маслину привитую к природной возлюбил невесту свою искупленную о радость искупленной души очищающей на себе любовь Христа открыл Господь дверь фиатирцам но более еще обещает 3.10 и как ты сохранил слово терпение моего не роптал и будучи немощен свято хранил слово Господне терпел в искушениях и не переставал ожидать Христа многие говорят где же пришествие Христа проходит поколение за поколением а его нет филавельтийцы так не мыслили хранили слово Христа о терпении сказано им через святого апостола Петра не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию то и я сохраню тебя то из тех кто сохранили слово терпения и он Христос сохранит от годины искушения которое придет на всю вселенную это година еще придет ее не было при первых христианах здесь Господь говорит о великой скорби которая будет при антихристе если раньше всякие искушения скорби голод эпидемии войны охватывали только какие-то места народы то в последнее время скорбь охватит всю вселенную примет всемирный характер здесь мы видим и особую силу пророчества как могли люди первого века при средствах того времени предполагать например войну всемирного масштаба разве можно мечом и копьем устроить войну на всей земле нет ниже мы видим при современных средствах что многие явления быстро приобретают всемирный характер воистину уже дважды при двух мировых войнах находила година искушения на всю землю все это предвестники великой скорби антихристовой надлежащей еще быть и вот говорит господь я сохранил тебя от годины искушения многие сектанты это неверно объясняет что господь не введет истинных христиан великую скорбь но восхитит их на небо перед воцарением антихриста такое понимание слов Христа является ошибочным ветхозаветним видящим страданиях наказаний нечестивых а в избавлении от них и наделение обидными земными благами награды праведных но заветное понимание однако иное христиане не ищут избавления от искушений и страданий они только молят Бога чтобы Он их в этих страданиях сохранил сохранить от годины искушения но через святую непорочную жизнь через верность Христу христианин думает не через освобождение от страданий христиане знают что пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени Данила 11.35 и они знают что страдающий плоти перестает грешить страдания путь к небу церковь войдет в великую скорбь но будет сохранено от падения через нее година означает недолго это будет три с половиной года великое гонение и бедствия по всей земле по всей вселенной какого не было еще от сотворения мира но говорит Христос не бойся я сохраню тебя от этой годины разрушен будет последний храм отнято будет слово Божие благодать от среды амус 8 12 2 и слои кисон 27 но я с тобой церковь я сохраню твоих верных просто на это скорбь будет еще не для суда но чтобы испытать живущих на земле это будет последнее испытание человечества и говорит Господь все гряду скоро когда придет это искушение это скорбь то близко и мое пришествие не умывай ей гряду скоро близок Христос при дверях и тем сильнее звучит его призыв держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего христиане увенчиваются славою правдою и жизнью 1 Петра 5 4 Тимофея 4 2 и 2 10 на этот венец очень легко потерять развенчанный князь века сего обольститель и сатана древние дни желает восхитить у христиан этот чудный венец забрать его потому и говорит Христос держи не предавайся беспечности и даже не храни его только но держи держи всеми силами чтобы не утерять 3 12 об удержавшем свой венец говорит Христос побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего Храм Бога это церковь Христиан побеждающих венценосных и венцов своих не теряющих Господин храма делает столпами в своей церкви так ими были некогда Яков Петр Иоанн названные столпами а позднее все апостолы многие праведники и подвижники что значит столб столб там должен обязательно стоять на прочем основании а на нем держится все здание так и христиане сами на себя они полагаться не могут ибо немного имеют силы их основание только Христос ибо никто не может положить другого основания но Господь в свою очередь хочет полагаться на христиан Бог не желает видеть своих детей всегда младенцами для этого Он дает им время младенчества далее же они должны стать побеждающими столпами в церкви на которых Бог может положиться в которых может быть уверенным на которых может возлагать бремена других которые может дать ей большее служение таким Господь и обещает сделать верных своих даже если они сами и немного имеют силы и он уже не выйдет в таковой навсегда вочленен святое тело Христово он в нем и никто не может его оттуда вывести такой христианин восклицает ибо я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангелу ни начало ни силы ни настоящее ни будущее ни высота ни глубина ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе и напишу на нем имя Бога на Его в сердце такого столпа будет ведение имени Божьего и сам Христос напишет на таковом имя Бога сейчас многие пишут на себе имя Божие и носят его но не Бог писал и сектанты даже иначе именоваться не хотят как церковь Божия а себя дети Божии но не писал Христос на ересях и еретиках имени Божия или вот идут фашистские солдаты с надписью на бляшках своих ремней год метун Бог с нами кто писал на них имя Бога нет только на побеждающих на побеждающих позор греха и держащих венец славы на побеждающих ересь и держащих венец правды на побеждающих тяжкий грех смерто убийства и держащих венец жизни на них только напишет Христос имя Бога своего то есть имя Отца Небесного не то важно чтобы человек написал на себе имя Бога а то чтобы написал его Христос и имя Града Бога Моего Нового Иерусалима нисходящего с неба от Бога Моего то есть не только имя Владыки но и имя Града Владычнего будет начертано на челах этих людей Вышний Иерусалим Он Матерь всем нам Галатам 4.26 Град Божий Святая Церковь Небесная и Земная Жилища и Селения Праведных Это вечная красота Небесного Иерусалима будет на ликах победителей просветленных Она и сейчас уже светится в Праведниках Божиих Она воссияет во славе в вечности Так только на венценосных победителях написывает Христос имя Бога и имя Града Его Они сограждане Христу Они члены Его Святой Церкви Сейчас уже и в вечности На побеждающих членах Церкви напишет Христос и Ей имя Град этот нисходит с неба от Бога Церковь это неземная организация а через схождение Сына Божия на землю и сошествие Святого Духа Основанный на земле город небесный Совершил это Христос своим воплощением и своей жертвой и Духом Святым через апостолов Итак вы уже не чужие и не пришельцы но сограждане Святым и Свою Богу имя Града и имя Бога был утвержден и на основании апостолов и пророков имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом Однажды сошел этот град на землю при апостолах и стоит незыблемо Матфея 16-18 Не сходил этот град более ни при каких реформаторах и незыблемый он не нуждался в их поправках и переустройствах и небесный Иерусалим в вечности Святой Иоанн Богослов пиет сходящим от Бога с неба О, таинство великое и красота неизреченная и имя мое новое Еще одно третье имя начертывается пронзенной рукой на челах победителей Из священного Писания мы знаем много имен Спасителя Иисус Христос Эммануил Назаре и другие но никто не знает этого имени Христа нового и чудного сокрыта она еще от нас в тайне спрашивал Яков противоборствовавший у реки Иолок к Богу об имени этом но он сказал на что ты спрашиваешь о имени моем оно чудно и манною манною отцу Самсона судине израильскому было также сказано что ты спрашиваешь об имени моем оно чудно и вот это таинственное и чудное новое имя Христа мы не на земле никому не ведомое будет начертано на искупленном христианине филадельфийце имя отца города и сына вот награда истинно сказал Христос любящим его и мы отец и сын придем к нему и обитель у него сотворим имеющий ухо да слышат что дух говорит церквам давайте помолимся чтобы Господь и нам даровал такое ухо и ангел ладокийской церкви напиши 3.14 Лаодикия тоже малазиатский город просвещенный проповеди Евангелия при апостолах в этот город и апостол Павел писал послание которое упоминается в послании к Колоссянам 4.16 возникает даже мысль не все та теплохватность и безразличие ладокийцев привели к утере этого послания прочитав послание не забыли ли они побеспокоиться чтобы его прочитали и в Колоссах как это хотел апостол Павел и в других городах ладокийская церковь прямая противоположность филадельфийской если последней не было высказано ни одного упрека то первой ни одной похвалы предстоит ей Христос так говорит аминь аминь означает истина да будет так все что он говорит истинно и будет аминь это как печать налагаема на всякое чтение молитву священодействие так и всему что сказано будет в этом послании печать аминь сам Христос он запечатлевает собой все это Христос умер на кресте и через то стал свидетель верный и истинный в нем истина и он сам сущая истина он верен своему слову и своим обетованием и нет в нем ни тени перемены верным и истинным представляет себя Христос ладий китцам ни живым ни мертвым ни холодным ни горячим Христос начало создания Божия он предвечный логос в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть всякая тварь всякое создание через него начало быть и в нем в Сыне Божием логосе имеют свое начало он всему начало и причина ибо им создано все что на небесах и что на земле видимое и невидимое все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Будучи всякому созданию началом и причиной, Он Сам без начала. Неверно учили древние ариане, ныне подобие арианской ереси находим у пятидесятников, единственников, свидетелей и еговых, так называемых, что Христос – начало из созданий Божиих, то есть первая начальная тварь, что сначала Бог сотворил Христа, а потом через Него все остальное. Таким образом, низводится Божество Христа и отвергается самые основы христианства. Это тяжкая ересь. Недаром Церковь говорит об арии как о безумном и о возбесившемся, как и святому Николаю Икос II. Не создание Божий Христос начальное, а всякому созданию Божий Он – начало. Он вечный и с обезначальной Отцу. Начало и Творец всякой твари. Три пятнадцать. Знаю твои дела, а они вот какие. Ты не холоден, не горяч. И далее говорит о страшном состоянии ладикийцев. Теплохладное. Это не мир, не изучники, не верующие. Это христиане. Один из семи светильников. Ладикийцы не холодно, не горячи. Холод – это безбожие, атеизм, язычество – явный грех. Горячие состояния – это от огня Духа Святого. Это те, на которых сошли огненные языки Духа Святого. Воспламененные любовью ко Христу, в которых сожигается всякое лукавое помышление, всякие страсти и тохоти – это горящие и ярко светящие светом Христовым, согревающие других теплом Духа Святого. Эти же не холодны, не горячи. И мы понимаем так, что холодны – это те, которые движутся и служат Богу только из страха наказания, не имея к Нему любви. А они теплохладные. И даже Христос восклицает. «Ой, если бы ты был холоден или горяч!» Это подобно тому, как в жаркую летнюю погоду, когда человек очень хочет пить, то он хочет или холодной воды, или горячей. Если же ему дать теплую воду, то она ему противна, и он ее выплюнет. Так Христос говорит «И с вами вы не холодны, вы не мирские, не язычники, не безбожники, но вы и не горячи, нет в вас огня веры, не горите евангельским светом, и вы мне противны». Холодный, далекий от веры, часто легче обратиться ко Христу, чем такой теплохладный. Не желает Господь холода. Но лучше, если бы ты был холоден, то бы легче пришел ко мне, чем так. Так, холодный знает, что он не причастен Бога, а уже если станет верующим, то станет по-настоящему. Теплохладный же думает, что он с Богом, но никогда не становится настоящим христианином. Лучше враг, чем такая от нить не золотая середина. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Как теплое, в жаркое летнее время противное, извергается из уст, даже рвоту вызывает. Так и я, говорит Христос, извергну тебя из уст моих в огонь вечный. Да лапзает он меня лапзанием уст своих. Песнь 1.1. Ищет душа горячая лапзаний уст Христовых. Извергает уста Христову душу теплохладную. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател. Эти люди совершенно не ощущают, что они противны Христу. Им кажется, что они очень богаты. У них все есть. Говорят они, мы христиане. И ни в чем не имею нужды. Какие ко мне претензии? Что мне еще нужно? А не знаешь, что ты несчастен. Сами себя обманывая, себя не зная. Такие люди на самом деле глубоко несчастны. Такое теплое, промежуточное, полусонное состояние не приносит им счастья. Они страдают от духовной пустоты, чем-то себя тешат, но не знают того великого несчастья, которое ждет их, когда их извергнет Христос. Господи, сохрани нас от этого и спаси. Возгрей наши сердца огнем твоего духа и твоей любви, дабы не погибнуть нам в состоянии теплохладности. И жалок, жалок один вид самодовольных и самообольщенных. И ничь думает, что многое имеют, а на самом деле пусто. Все земные блага, квартиры и амбары, все дела свои, на которые любуются, как и на себя перед зеркалом, все сгорит в огненной реке, когда предстанут перед престолом суда. Жалок будет вид теплохладных, обгоревших, нищих. И слеп. Они думают, что имеют правую веру, понимают жизнь, знают, что к чему. А на самом деле слепцы. Не видят даже жалкого своего нищенского состояния, своих грехов, безумия и самообольщения. Нет видения духовного. Интересно, насколько даже внешне отличается взгляд человека духовно просветленного от такого слепца? И наг. Нет, не имуществом нищие. Но нечем прикрыть срамоты своей духовной. Не прикроет дела теплохладные тела греховного. Вот образ самообольщенного теплохладного христианства. В жизни много есть советников. Но кто сможет посоветовать лаодикийцам, как им выйти из их плачевного состояния? Посоветовать может тот, чье имя – советник. Советую тебе купить у меня. Вы много покупали на торжеще этого мира. Но все там обретенное – это труха, это поезд моль и ржа. Чтобы истинно обогатиться, советую тебе у меня, у Христа купить. Вот торговец, который продаст тебе истинное. Для этого тебе не надо искать деньги. Это о том, о чем говорит апостол Петр Хромому. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на заре встань и ходи. Где продает Христос? Где можно купить его сокровище? Купить можно в церкви, в Святой Апостольской Церкви. Это место, где продает Христос вещи все. Что же нам лежит купить лаодикийцам? Три вещи советует купить Христос. Во-первых, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Апостол Павел пишет, строит ли кто на этом основании? Христе. То есть покупает у Христа. И золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солома. Дерево, сено, солома – это дела лаодитийские, которые сгорят в огне страшного суда. Христос советует купить дела золотые, которые устоят в день судный. Пять неразумных дев пошли в судный день покупать телей добрых дел. Но поздно. Сейчас обретает дела добрые золотые. Купить дела – значит, самому их вершить. Дающий милосты не обретает богатство нетленное. Золото огнем очищенное. Это и сердце в огне искушений и страданий испытанное. Но чтобы действительно иметь это золото огнем очищенное, советует еще Христос. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы Твоей. В первую очередь в крещении совлекаемся греховного тела плоти. И облекаемся в одежду белую. Исайя 61.10 и Петянам 5.26 Во Христа, Галатам 3.27 Но здесь Христос обращается, собственно, к уже христианам. Какую им надо еще белую одежду? Весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. 19.8 Откровение Праведная и добродетельная жизнь – вот белая одежда, необходимая христианам. Если ей не облечься, то не скроешь срамоты ноготы своей, своей ладитийской греховности. Не может срамота ноготы нашей наследовать Царство Божие, поэтому поспешим облечься белой одеждой и добрых дел, соделанных в Духе Святом. Поспешим облечься праведностью во Христе, ибо не от себя, а только через Него мы можем быть оправданы перед Богом, облечься праведностью святых. В крещении, сей бане просвещения и таинстве Меропомазания помазуются очи наши просветляющие благодатью Духа. И глазуя мазью помажь глаза Твои, чтобы видеть. Дух Святой просветляет наши очи мысленные. Это Бога дарованное видение духовное, которое открывает наши глаза на жизнь, на самого себя, на Бога. Этой глазной мазью в особенности является Слово Божие, открывающее нам всякую истину. Человек, просвещенный Словом, видит глубже, видит ясно, видит сокрытое от очей плотских, мраком греховным. Поэтому апостол Петр говорит, «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, к Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день». А та же глаза, поднятая молитвенно к небу, просветляется небесной мазью Духа Святого. Очи, с рожделением смотрящие на предметы мира, сего мутнеют и слепнут. Презрение же мира просветляет взор. Обречи это золото, эту одежду, эту мазь, исцелишься, лаодикий, со своего пагубного сна. Здесь мы видимый пример истинной душепочитательности, попечительности. Смотрите, как советует поступить Христос. Сначала купи золото, чтобы обогатиться, потом оденься, чтобы покрыта была нагота. Тогда уже помашь глаза глазной мазью, чтобы видеть. А как бы посоветовал человек? Глава третья. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». У людей бывает наоборот. Кого любят, тех и не обличают, и не наказывают, а поощряют и хвалят, закрывая глаза на их грехи. И тем самым окончательно их портят. Псалмопевец говорит «Обличение, вот елей, который не повредит голове моей». Псалом 145. Поэтому Господь кого любит, того обличает и наказывает. Часто говорят «Ну как, вот христиане веруют, а вся жизнь в страданиях и бедствиях». Так это и говорит о том, что Христос их любит, ибо наказывает. Поэтому в жизни всякое обличение должно приниматься нами не с ропотом и обидою, а со смирением и благодарностью. Ибо это хорошо для нас. Лучше сейчас понести наказание, чем вечности. Ныне многие молодые родители решили, что детей нельзя физически наказывать. Их, мол, любить надо. И они сами должны доходить до верного своим сознаниям. Они, мол, должны иметь свою волю. А вот что говорит Священное Писание. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им». Серахов 31. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притча 13.25. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгой и спасешь душу его от преисподней». Притча 23.13. «Видно, и Ладий Кисов наказывал Христос, и вот он призывает их. И так, будь ревностью и покайся». Во многом мы проявляем ревность. Приобретение богатства, образования, чинов, друзей, грехов. Во всем этом можем проявить великую ревность. Христос же призывает теплых ладийкийцев к ревности в покаянии. Мы обычно говорим о ревностном служении Господу, но чтобы служение наше действительно было ревностным и богоугодным, надо быть ревностным в покаянии. «А как часто мы и в этом не холодно, не горячи?» Холодно – это кто вообще не кается. Это безбожное пребывание в грехе. Горячее – это искренность, слезно и постоянно кающаяся во всех своих грехах и оставляющая свой грех. Теплые. Время от времени бывает у батюшки на Иисходе, рассказывает ему какие-то грехи свои. Перед греховным делом могут сказать «Прости, Господи» и совершить грех. Но нет у них искреннего раскаяния в своих грехах, нет слез души, не опротивил им их грех. В них глазах он не ужасен, не понимает, что этот их грех ведет их в геенну. Не имеют они намерения оставить этот грех, не считают нужным исповедовать грехи свои перед теми, перед кем виноваты. На исповеди спешат склонить головы свою под эпитрохиль священника, но не спешат высказать и оплакать все свои грехи. Христос стоит у двери твоего очерствевшего сердца и говорит «Будь ревностен и покайся». А вспомним примеры покаяния святых. Горькие слезы апостола Петра после отречения. А вот апостол Павел огласил уже почти всю вселенную проповедью и призвал ее к покаянию, но всегда помнил и оплакивал свой тяжкий грех перед церковью, гонителем которой был. Не скрывал этого, но часто упоминал о том в своих речах. Вот в конце жизни пишет своему ученику Тимофею послание и упоминает о грехе своем, плачет о нем, как будто сегодня совершил. И видит себя первым из всех грешников. 17 лет вела греховную страстную жизнь некая Мария. Но вот посмотри в пустыне египетскую, и ты увидишь там женщину с 17 лет в полном одиночестве терпящую всевозможные лишения. 17 лет оплакивает она в свои 17 лет проведенных во грехах. А вот посмотри в пустыне сирскую, и ты услышишь покаянный стон и плач Ефрема. Он и перед смертью скажет ученикам, «Никто да не ублажает меня, ибо я грешный человек». Посмотри в леса Саровские, там в дремучей чаще на камне тысячу дней на честь стоит одиноко на коленях монах Серафим. Так неужели же мы настолько выше и чище всех этих людей, что не нуждаемся и в тысячной доле их покаяния? Плачь, плачь, ладики, о своих грехах. Плачьте о нас, ленивцах, и вы, святые Петр и Павел, святая Мария Египетская, святой Ефрем Сирин. Плачь о земле нашей, и ты, святой Серафим Саровский. Плачьте о нас, святые, да и мы, наконец, вас плачем о грехах наших. Все стою у дверей и стучу. Где это Господь стоит у двери? Разве Он не вездесущий? Разве не царь царей? Где то место, где Он у дверей, где Его нет? Кто сей дерзкий, не впустивший Христа? Куда нам обратить свой взор, чтобы увидеть Его? Может, это на небесах? Может, это Херувим и Серафим и высшая чина ангельские? Но нет. Читаем. Господь царствует, Он восседает на Херувимах. Салом 98.1 Нет, не Херувимы это. Может, Серафимы? Нет. Ибо вокруг Него стояли Серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Нет, не закрывает Серафимы своих дверей от Господа, но закрывает, наоборот, глаза свои, ибо не дерзает взирать на Его славу. Не за дверями находится, а на престоле восседает Христос Вседержитель на небе. Так где же та дверь, которая не открылась к Христу? Вижу, что и тварь бессловесная славит Его. Вся земля полна славы Его. Взадури на небо ты там. Садури в преисподне и там ты. Возьмули крылья зари и переселись на край моря. И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Так где же, Господи, где дверь та, которая заперта перед Тобою, в которой стучит десница Твоя и не открывается? Кто сей дерзкий? Все стою у двери и стучу. Стучу в дверь ладикийской церкви, сердца ни холодного, ни горячего. Там нет меня, там не правит десница моя, там я за дверью. Так может оказаться, что и в большом обществе верующих нет того, в кого они веруют. Таково и сердце человека. Вот от дерзких, не впустивших, наполняющего все. Кто сей? Разросшееся и облинившееся я сидит, развалившись в кресле сердца. А Христос стоит у двери и стучит. Но лень этому я, а оно не спешит отворять дверь его создавшему. Вот голос моего возлюбленного, который стучит. Сотвори мне, сестра моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудрю моей ночной влагою. И вот ответ на сей стук возлюбленного. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Спит душа лавикийская. Он мог бы давно уйти, но он стоит у двери и стучит. Стучит непрерывно, стучит долго, стучит, стучит, стучит. Слышишь ли голос Духа Святого, стук Христа? В ночное время, когда не можешь спать, у тебя стучит сердце. Но ты внимательнее слушайся. Не сердце ли стук? Если кто услышит голос мой и отворит дверь, услышав тихое веяние, побуждение Духа Святого, стук Христов, раскрываются двери сердца. Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Устраивается зимное вечере в сердце человека. Говорит Отец по случаю возвращения блудного сына. Приведите оккормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Пища небесная становится для человека его спасение. И обещал Христос открывающему двери своего сердца. И мы, Отец и Сын, придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И Дух Святой, который с вами пребывает и стучит в сердце, в вас будет. Так становится сердце обителью живоначальной Троицы. Господь вечеряет в такой общине церковной, в таком сердце. Побеждающему, пробудившемуся от ладитийского сна, впустившему Христа в сердце, «У кого Он теперь не за дверями, а на престоле сердца, тому дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Как Бог, Христос всегда заполнял собой всю вселенную и был царем царствующих. Как Сын же человеческий, Он принимает на Себя всякую немощь, болезнь и поругание. И вот Голгофа крест. Христос одерживает великую и дивную победу над сатаною, изгоняется вон лукавый, воцаряется сын Девы, плоти восходит на небеса и садится одесную Отца, божественную славу прославляет свое человечество, и теперь дает вместе с собой сесть на своем престоле побеждающему. Говорит мудрый Агур, сын Иоакеев, «Три вещи непостижены для меня, и четырех я не понимаю». Притча 30.18. «Так и я говорю, шесть обетований шести церквам, дивные были непостижены мне, а седьмое я не понимаю». Внестись в себя невозможно. Непостижимо, как вообще можно избавиться от греха, но Христос омывает. Ну и после этого непостижимо. Почему Христос не оставляет нас на земле, но берет в свое царство? Ну он берет. Ну а если вошли, то уж царствие-то его где-нибудь в дальнем уголке стоять, но он возводит в город небесный Иерусалим, уж в этом-то городе стоять бы, где он врат. Но Христос вводит в самый храм. Все это обещал он шести церквам, и непостижимо еще сие. Дальше же, не понимая, неужели правда, он возводит и сажает на самый престол, на котором сам сидит. Сидеть на престоле Христа, где владыка вселенной? Далеко внизу в чину судимых остался мир, даже чины ангельские. И вот престол Бога. Когда-то я, череп, не впускал его в сердце. И вот там, куда чины ангельские не смеют взирать, кто достоин всего? Никто. Кто может понять? Не могу я. Но таково обетование. И с верою принимаем, смолкаем в смирении, и леющий ухо дослышат, что дух говорит церквам. Господь, если сие все даешь слышать уху нашему, то что еще готово ты, любящим тебя, о чем говорит апостол, того не слышала ухо. Примечание второе. Примечание первым. Нам было изложено сектарское учение о периодах. Покажем его неверность. Во-первых, во всем писании абсолютно нет указания на то, что семь посланий надо понимать, как семь периодов в истории церкви. В апокалипсисе мы вообще не наблюдаем строгой хронологичности, то есть смена одного видения другим никак не означает еще смену времен. Последующее видение далеко не всегда показывает и времена последующие. Такой хронологический подход сделал бы толкование по количеству вообще невозможным. Таким образом, учение о семи периодах может быть только предположением, которое, как мы покажем, неверно. Первый период. Мы не видим, чтобы в конце апостольского века первыми христианами было принесено какое-то покаяние о потере первой любви. Тогда Христос должен был бы сдвинуть их в светильник. И из протестантов, но никто же не может отрицать, что по крайней мере еще два века, второй и третий, христианский светильник стоял и горел во всю силу, пока не сгорело язычество. Второй период. Смирнский. Второй-третий век. Вроде подходит к периоду гонения римскими императорами. Да, подходит. Но ведь еще более подходит к периоду великой скорби при Антихристе, а тогда это послание должно бы было стоять последним. Третий период. Пергамский. Четвертый-шестой век. То, что в это время любодеяние с миром обмиршвления христиан было, это верно. Но ведь это только одна сторона. Этому периоду характерны не только любодеяния, но как раз наоборот, и девства. Не только слияние с миром, но и уход из мира. Ведь это период высшего расцвета монашества, отшельничества, подвижничества. Сколько второй и третий века дали мучеников, сколько этот период духовных подвижников, положников, аскетов, богословов. Если в первом веке христианство имело наибольшую силу, то в четвертом-шестых веках оно достигло своей наибольшей глубины. Мнение, что идоложертвенное это введение святыми отцами таинства обрядов иконопочитания есть просто кощунство. Таинство ввел Христос, а иконы не только христианами всегда почитались в Ветхом Завете. Так что эти мысли есть просто искажение истории кощунство на святынею. Верно то, что время становления культового обряда, но обряда отражающего культ Бога живого, богослужения, а не идолослужения. А впрочем мы уже говорили, что во все времена были грехи всех семи церквей, а значит и в это время были грехи пергамские. Далее, в пергамский период ничему и никому не может быть отождествлен свидетель Христов Антипа. Нельзя под учением Валаама понимать учение святых отцов, и потому, что учению Валаама в пергаме последовали немногие, а учение святых отцов принималось всю церковь, всей церковью, что и утверждалось на вселенских соборах. Известно, что к концу этого периода церковь на своем пути никакого покаяния не принесла. Но никак мы не видим, чтобы Христос скоро пришел и сразился мечом уст своих. Совершенно никакие особые события или резкие изменения не характеризуют переход церкви в следующий период. Четвертый период фиатирский 7-15 век. Очень выгодно сектантам считать церковь средневековья и папство и изовелью, чтобы оправдать свой выход из католичества из церкви, оправдать свое появление. Немногих увлекло за собой фиатирок и изовель, немногих. Учение же православие и католичество исповедовало тогда вся церковь, кроме очень малого количества еретиков. Несмотря на все грехи в церкви, церковь не блудница, кощунственная мысль, а невеста Христова. Сектанты говорят, что и тогда были не держащиеся того учения. Да, были некоторые еретики, но ведь они совершенно не держались и тех учений, которых ныне держатся секты. Этих учений тогда вовсе не было. Так или церкви тогда не было, или секты не церковь. Сколько грехов не совершили тогда римские папы, но они всегда были истинными епископами, никогда не были ложные пророчицы, а всегда проповедовали христианское учрение. Далее, если принять мнение сектантов, то какие последние дела фиатирцев были больше первых? Ведь по их мнению церковь все более и более деградировала, пока не дошла до невозможного состояния и возникла необходимость реформации. Если изовель папство в средневековье, то как же оно будет вверху великую скорбь антихриста? Средневековье давно прошло, а великой скорби еще и поныне не было. Пятый период Сардийский 16-18 века эпоха реформации католичества и православия по сектантскому толкованию вроде уже так и нет. И в последовании три церкви это по их толкованию протестантизм. А они утверждают, что с 16 века писания уже вообще игнорируют католичество и православие, не находят нужным их рассматривать. Какое в этом самообольщение и дерзость сект? А если принять их толкование, то реформация только носит имя будто жива. Халактически же дело это мертвое. А потом церковь в пергаме и фиатирах в основном принимает похвалу и а имеет против них Христос лишь немного, то здесь вся церковь мертва, имея близкий к смерти, имеется только несколько человек, не сквернивших одежды. Не отживого дела ли, в таком случае, к мертвому привела реформация, так окончательно запутывается это лже толкование. Шестой период филадельфийский. Этот период, позднее и вышедший из протестантов, применяет на себя толкование чисто в угоду себе. Эта церковь не имеет упреков. Такого периода никогда в истории не было, разве лишь первые несколько лет после Христа два-три года. Не было этого периода и в девятнадцатом веке, как иные говорят. По-видимому, надо вообще не знать девятнадцатый век, чтобы так говорить, или в нескольких твоих дедах видеть всю церковь. А эти-то как раз филадельфийцы и были уже далеко-далеко от церкви. Дарья говорят, что в последнее время филадельфийцы и ладикийцы будут сосуществовать. Но тогда вообще нарушается сама теория периодов. Писание вообще не говорит, что эти семь посланий описывают семь периодов. И тем более не говорит, что первые пять посланий пять последовательных периодов, а шестое и седьмое совместные периоды. Так сектанты делают просто потому, что никак невозможно найти в истории безупречного филадельфийского периода и ладикийского, не имеющего вообще никакой похвалы. Если же разделить эти два последних периода, то и они, сектанты, ладикийцы. А также никак в этих периодах мы не видим того особого всплеска и силы Духа Святого в христианах последнего времени, о котором пророчествовал пророк Иоиль 2.28. Интересно, что существует толкование о семи церквах, как об этих семи периодах, составленные православным современным автором в угоду православию. Так можно одно и то же столь по-разному перетолковывать. Это медвежья услуга православию и православие в ней не нуждается. Учение о семи посланиях, как о семи периодах, в любом случае ложно. Примечание третье. Теперь время уже дать некую общую схему апокалипсиса, способствующую цельному восприятию всех видений святого Иоанна Богослова, изложенных в его книге. Кроме того, это будет и определенным ключом для толкования различных видений и образов апокалипсиса. Деление схем апокалипсиса существует очень много. Наша схема образовалась таким образом. Я попытался стать как бы на место святого Иоанна и на основании написанного воспроизвести зрительно все ему показанное. И вообще было бы интересно воспроизвести апокалипсис зрительно звуковыми средствами. В таком случае перед нами проходят таинственные причудливые картины несколько похожие на то, что иногда бывает в сновидениях. Одна картина место действия персонажей незаметно сменяется другой, потом снова появляется. Временами картины не меняются, что-то в ней добавляется, что-то исчезает, потом вдруг некоторые картины совмещаются и смешиваются или наоборот какая-то часть картины выступает вперед и как бы развертывается перед нами в своих подробностях. Видение апокалипсиса можно представить таким образом. Первая картина явление Христа как Сына человеческого в царско-священническом виде посреди семи светильников. Он зачитывает семь посланий семи церквам. Главы первой и третьей эта картина очень четкая является сразу вся и не видоизменяется после зачитки посланий исчезает и больше вообще не появляется. Вторая картина основная картина апокалипсиса она и самая сложная состоит она собственно из трех картин сначала появляется картина а потом постепенно картина вторая эти две картины сливаются в одну параллельно этим картинам показывается картина третья которая как бы присоединена к тем двум картинам картины первая и вторая постепенно все дополняется и дополняется новыми штрихами первая картина престол на небе на нем сидящий посреди престола агнец Христос и перед престолом семь огненных светильников семь духов Божиих вокруг престола четыре животных и двадцать четыре старца и все это посреди различных ангельских сонмов картина вторая небесный жертвенник и храм картина третья земля зверь на ней собственно три зверя сатана антихрист и уже пророк великая блудница Вавилон перед нами такая динамика этих картин главы четвертая и пятая постепенное становление картины первой шестая глава спуск из картины первой в картину вторую которая сама еще почти совсем не нарисована и будет заполняться тоже постепенно седьмая глава восхождение из картины второй в первую начало появления второй картины далее спуск из картины второй в картину первую третья картина жатва Христос Сын человеческий на облаке в эту картину несколько вмешана картина вторая картина храма важная мысль та что в каждой из этих картин Христос явлен в каком-то определенном образе и в нем пребывает всего апокалипсис дает нам четыре образа Христа совпадающие по смыслу с его четырьмя образами которые дают четыре евангелиста сравни языки или первая апокалипсис 4.7 сын человеческий агнец садник ангел это соответствует обликам человека тельца льва орла так в этих картинах было все явно святым святому апостолу иоанну если первая вторая и третья картины считать раздельными то всего насчитывается тогда девять картин можно еще указать на такое сначала семь посланий а потом три семерки промыслы и судов божиих над людьми семь печатей седьмая печать развертывается на семь труб седьмая труба развертывается на семь чаш глава четвертая начинается открытие основной картины апокалипсиса святому иоанну отверзается небеса и он начинает видеть небесное после всего я взгляну после чего нельзя думать что прошли семь периодов земной истории церкви и после этого я видит церковь восхищенной на небо сектанты учат что между третьими и четвертыми главами откровения происходит восхищение церкви они говорят главы четвертой и девятнадцатой описывает великую скорбь в двадцатой главе тысячелетнее царство и последний суд в двадцатой до второй описана вечность это неверное деление книги а сектантам мы все-таки зададим вопрос почему такое важнейшее эсхатологическое событие как восхищение церкви по важности это событие сравнимо только с творением человека с первым пришествием Христа в мир для спасения людей и основание церкви со страшным судом вообще не описано в апокалипсисе книга о Христе грядущем не показывает его пришествие за своей церковью ответ может быть только один этого события перед великой скорбью просто и не будет а церковь будет восхищена только в последний день страшного суда слова после всего относятся здесь к слову взглянул после всего то есть после первого введения после того как Христос явившись посреди семи светильников дал Иоанну семь посланий ведь после этого а не после седьмого же периода взглянул Иоанн по прекращении первого видения он поднял очи свои к небу взглянул и вот дверь отверстка на небе это явление дивное и столь желанное как часто мы взираем на небеса и над нами все тот же неизменный то бесконечно синий то облаками затянутый то ночной черный с мерцающими звездами купол неба и всегда он заключен и хочется воскликнуть вместе с той маленькой девочкой если эта сторона неба столь прекрасна то какова та лицевая внешняя его сторона бесконечная глубина неба манит и хочется с Исаи воскликнуть ой если бы ты расторг небеса но неизменный купол над нами может быть еще размышляя о только увиденном взор Иоанна погрузился в небесные глубины над ним и вот дверь отверста на небе взгляд его проникает дальше сквозь эту дверь и видит он от века сокровенная таинственная и прежний голос который я слышал как бы звук трубы говоривший со мною это голос Христа призвавший святого Иоанна увидеть первое видение призывает его теперь к нему он сказал зайди сюда то есть Христос уже не на острове где он ему вначале явился а на небе куда и зовет своего ученика призывает его оставить всякое земное помышление и вознестись к горе и же хирургимы тайно образующе всякое ныне житейское отложим по печенью и покажу тебе и в дальнейшем почти все является видимо в образах чему надлежит быть вскоре после сего а здесь после чего во-первых после того времени когда жил Иоанн ибо слова эти обращены к нему с другой стороны открывается дверь на небо то есть будет показано то что будет после этой земной жизни Иоанн ко времени получения откровений был уже древним старцем больше 90 лет уже близилось время когда он должен был оставить этот бренный мир и войти туда но прежде нежели он вошел туда он должен был войти туда духом своим чтобы оставить всем поколениям картины грядущего и тотчас я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле был сидящий и тотчас видим всемогущество Христа как Бога что сказал то и стало земном увелит зайти на небо и совершается тотчас в один миг Иоанн оказывается не в пространстве между мириадами звезд и даже не среди звезд небес невидимых ангельских сил бесплотных а сразу непосредственно у престола всевышнего в самом центре вселенной там где восседает Бог но восходит не в теле а в духе тело святого Иоанна пребывало на острове дух же его оставил землю прошел небеса вошел через дверь небесную и оказался там куда нет ныне входа смертным можешь себе представить как он несколько оправившись оглядывается где же он теперь что перед ним раскрывается нечто им невиданное и дивное Бог вездесущий дух и не связан местом и пространством он везде но есть места особого пребывания Божия таковы на земле церковь христианская душа верующая храмы Божии таковы миры невидимые и в них в особенности престол Божий хотя конечно само понятие места не должно понимать буквально так как мы понимаем сейчас место и пространство понятие видимого мира престол Божий невидимое это сердце вселенной которым она существует и животворится как и тело человеческое от сердца имеет жизнь жизнь во всем теле но ее средоточие то и центр сердца престолом же означает и чины ангельские об этом ангельском чине пишет апостол Павел Колостином 1.16 в небесной иерархии ангелов составлены Дионисием Ариапагитом это седьмой чин ангелы архангелы начало власти силы господства престолы херувимы сиротимы но не только на престолах восседает Бог но мы читаем и что он восседает на херувимах а с другой стороны престолом означается и Божие во святых упокоения ибо и на них своих верных угодниках людях праведниках он упочивает как на престоле и на престоле и на престоле